Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей. Сегодня хотелось бы поговорить вот о чем. То есть я этот выпуск назвал, да, как бросить курить и какие анализы сдавать. Ну вот что-то такое, такая тема будет. И смысл в чем? Что многие из вас пытаются, я знаю, бросить курить, периодически бросают курить. Кто-то говорит, что начинается сильный зажор, зажор начинается, аппетит повышается. Как правило, начинаем забелять сладким, набираем вес. И многие девушки мне говорят, ну я вроде как, когда начинаю курить, это проходит. И, соответственно, как бы все это мое состояние выравнивается. Почему так получается? Почему вам хочется есть сладкое? Потому что, соответственно, кортизол. У кого-то избыточно, у кого-то недостаток кортизола на курение, как правило, если долго злоупотребляли этой привычкой, оно бьет по надпочечникам. И, соответственно, вся вот эта вот ситуация, когда вы поели сладкое, вы, соответственно, себе нормализовали вот эту кортизольную историю. И получается, что вы так просто компенсируете, ну в каком-то смысле, вот это вот действие сигарет, которые сейчас отсутствуют. И это бесконечная история. Это поломка метаболическая, а вы ее пытаетесь чем-то заменить, эти сигареты, да? Все говорят, надо заменить. Заменяете, как правило, сахаром, и сахар вносит свои диабетические, да, коррективы и так далее. Поэтому я решил озвучить такой момент, что нужно сдать, и какие вещи, показатели нужно пролечить, чтобы они у вас были в строгой норме. Если вы хотите бросить курить, вы их можете начать лечить прямо в момент, даже если вы курите постепенно. Уже, если интересны психологические особенности, как бросать курить, напишите мне в комментариях. Если наберется более 10 комментариев, хотя бы 10 человек мне напишут, что это интересно. Я пытаюсь снять видео о психологических особенностях завязывания с курением. А сейчас поговорим о практических вещах. Как это выглядит? То есть, вы сдаете индекс HOMO-IR обязательно, чтобы понять, как инсулины, глюкозы у вас там себя ведут, индекс андрогенности, потому что вот эта вся история про холестерин и так далее. Соответственно, вы должны понять, что у вас липопротеидов больше высокой плотности, а липопротеидов низкой плотности меньше в первую очередь, чтобы артеросклерозы ранее исключить и все остальные вещи. А от курения липопротеиды низкой плотности повышаются. Вы должны, соответственно, в первую очередь сдать кортизол слюне. И с этим у меня у всех почему-то проблемы. Проблемы у лаборатории с кортизолом в слюне, проблемы у людей с кортизолом в слюне. Все жалуются, что очень уж накладно почему-то его сдавать. Ничего накладного нет. Вам дают баночку, ну не баночку, там пробирочку, вы в нее сплевываете, пишите время. Пить нельзя, есть нельзя, чистить зубы нельзя. По крайней мере, соответственно, именно утренний кортизол нужно сдавать так. Сдавать не как в лаборатории написано. Сдавать нужно сразу после сна 15 минут, после сна 30 минут, после сна час, после сна 90 минут. После сна видим, как работают надпочечники. Иногда, если уже очень запущено, да, мы чувствуем усталость, да, вот есть такой термин усталость курильщика, серая кожа, человек и синюшный цвет лица, и все там вместе намешано, и уже индекс андрогенности, индекс хомо вылетел. То есть, его общее там состояние веса, корреляция, там, либо в остынию, либо в гиперстынию. Сдаем еще и вечером и днем. Но это уже индивидуально, консультации, ну, все-таки лучше подобрать, когда его сдавать, потому что иначе получится, что вы вообще его каждый час сдаете. Это тоже, конечно, как минимум дороговато. Поэтому, хотя бы вот так вот, утренний кортизол сдайте, как я сказал, сдайте индекс хомо-Ай-А, индекс андрогенности. Как его лечить в интернетах, не смотрим, не читаем, обращаемся к специалисту. И помимо меня есть полно других хороших специалистов. В вашем городе есть специалисты. Самым лечением не занимаемся. Но врачу приносим, чтобы врач знал, что лечить. Показываем ему, не лечить вот это. В первую очередь, я курить бросаю, я хочу вот это вылечить. Не надо пока щитовидную железу мне лечить. Потом происследуем. Вот это лечим. Все, он вылечит, вы от курения избавились, да. Основная тема у нас сегодня избавляемся от курения. Поэтому вот я и говорю, лечим вот это. Чтобы, соответственно, с курением было все просто. Все, дорогие друзья. Кому что интересно, пишите ваши вопросы в комментариях. Буду на них отвечать. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всех вас жду на своих консультациях онлайн. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова